привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня я готовлю самогон из сливы это будет обычный сахарный самогон но вместо дрожжей я буду использовать сливовый жмых он у меня получился после того как я начал делать вкусное сливовое вино ссылочка как правильно и быстро сделать вино и слив без добавления водки или спирта вот здесь вверху сейчас у меня вот в этой емкости растворенный инвертный сироп я сделал инвертный сироп из 5 килограмм сахара кстати как правильно и быстро сделать инвертный сироп ссылочка вот здесь и так я сделал инвертный сироп и взял гидромодуль для самогона один к пяти то есть на один килограмм сахара я добавляю 5 литров воды развел сахарный сироп и получилась температура около 30 градусов а вот в этих бродильных емкостях здесь жмых я распределил жмых в три емкости равномерно теперь добавляю сюда сахарный инвертный сироп вообще производство вина из фруктового жмых вернее производство самогона на основе фруктового жмыха очень популярно удешевляет себестоимость готового напитка потому что мне не приходится покупать магазинные дрожжи вкус становится именно того фрукта на основе которого получился жмых это может быть и и абрикоска и сливка и яблочко и вишенка и получается очень хороший самогончик проявляю в пяти сверху Субтитры сделал DimaTorzok Перемешиваю И конечно же у всех возникнет вопрос А какая пропорция жмыха Любого фруктового жмыха К сахару Очень просто У меня всего было около 25 литров Фруктового жмыха Я сюда добавил 5 кг сахара И теперь я попробую Готовое сусло Оно не должно быть очень сладким Потому что если сахара будет слишком много Дрожжи будут чувствовать себя Некомфортно Им будет плохо в таком густом сахарном сиропе И дрожжение будет идти Очень медленно А может быть даже вообще прекратится Сейчас узнаем Дрожжение будет И так Хорошо Тут послаже А здесь По ощущениям Само сусло должно быть такой сладости Как будто бы чай с сахаром Со средним количеством сахара Везде хорошо Вот в этой емкости Еще чуть-чуть больше сахара Но я потом все это перемешаю Теперь очень важный нюанс У меня емкость набрана Не до самого верха Потому что при брожении Опять будет подниматься пена Шапка из мезги И если я наберу под самый верх То все это может убежать И скорее всего убежит Через горловину Дальше Как обычно Просто бродит Я накрываю Бродильные емкости Крышками Без гидрофагура И конечно же Два-три раза в день Я буду перемешивать Чтобы поднимающаяся шапка Все время Была мокрая И перемешивалась Продолжение следует...